Всем привет, мои хорошие! С вами Кемери и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодняшнее видео должно было выйти в 12, но, к сожалению, это не произошло. На это есть свои причины, которые я рассказала в своем инстаграме. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, кстати. Там всегда все анонсы, так скажем. Так, у нас сегодня жульен с грибами. Ой, ой, как он аппетитно выглядит. Ммм, это нереально вкусно. Это просто божественно. Какой вкусный жульен. Почему сегодняшнее видео не вышло? Я могу объяснить. Я сняла три видео. Три видео. Три настолько интересных видео. И на них, к сожалению, нету звука. Я сначала испугалась, что у меня испортилась камера. У меня сразу такая паника. Я думаю, блин, ну что делать? Как теперь продолжать снимать видео, если нету камеры? На телефон я как-то уже не привыкла. Да и моя аудитория уже привыкла к хорошему качеству. Слава богу, оказалось то, что просто не работал микрофон. Я надеюсь, что это видео все работает. Новый микрофон. Слава богу, у меня был второй микрофон. Даже третий. У меня три микрофона. Ну я пробитлячок. Просто проблема в том, что пару дней назад я уронила камеру. Точнее, не совсем уронила. Я поставила свет, потом камеру. Свет упал на камеру, и камера упала на пол. Вообще, вот эти камеры от Кэм, но они очень нежные. То есть вы не сравниваете камеру с телефоном. Телефон мы миллион раз роняем, и все с ним ок. Тут такого нету. Нужно предельно аккуратно быть с камерой. Моя подруга с универой, я помню, что у нее тоже была профессиональная камера. Каждый раз она была в ремонте. Вроде она не роняла, постоянно на стройке путались. Обычно какие-то проблемы. Мне, слава богу, повезло с камерой, потому что моя камера работает каждый день. Одно дело, вы используете камеру раз в месяц на какой-то праздник или на какую-то фотосессию. А другое дело, она пашет, как лошадь. Каждый день пилит по два видео. Вообще, сейчас я задумаюсь о том, что надо бы купить еще одну камеру на запас. Очень вкусный жульен. Очень. Мне просто со скоростью света принесли. Я просто пошла, помыла голову. Так медленно начала сушиться. Я думала, что заказ еще не скоро придет. И тут мне буквально через 5-7 минут звонят и говорят, что мы уже внизу. Спуститесь, возьмите свой заказ. Я такая, вы что так быстро? У меня еще голова мокрая. Спустилась я с мокрой головой. Это еще, кстати, лахмаджун. Я его взяла с сыром. С сыром стоит дороже, но он вкуснее получается. Как его завернуть, даже не знаю. Давайте вот так вот. Вот так. Спустилась вниз на улице. Ветер все-таки. Насколько бы в Азербайджане не была бы хорошая погода, все равно на дворе 14 октября. октябрь, это уже не лето. Я сейчас думаю, может, я заболею. А сейчас болеть мне вообще нельзя. Столько планов, столько дел. Надо выпить пару тарафлю. Так на всякий пожарный. Я осталась довольна заказом, в общем. Так вот, видео, которое удалилось, там я отвечала на ваши вопросы. Сколько вопросов? Какие вы у меня активные? Я вас очень сильно люблю. Я вот недавно спрашивала вас, какое видео мне снять, и там была куча просто идей. Очень много было людей, которые предложили мне снять рыбу, и как раз-таки я сняла рыбу, но это видео пришлось удалить, потому что нету звука. Давайте я не буду отвечать на банальный вопрос. Вот такие, как «Как познакомились с Фатей?» Я просто миллион раз уже рассказывала. Мне кажется, уже все знают, люди постоянно и зрители моего канала, им будет просто неинтересно слушать эту историю в миллионный раз. Поэтому задавайте какие-то, знаете, необычные вопросы, рассказывайте какие-то свои истории. Вот недавно мне написала моя подписчица свою историю с парнем. Они уже два года живут вместе с парнем, и парень не хочет делать ни предложений, ни жениться на ней, не хочет заводить детей. Хотя девушке уже 27, парню 30, он просто не расположен к семье. И она спрашивала у меня советом, кто делает в таких случаях. Я, если честно, как сказать, не профи, но я считаю, что нужно искать такого мужчину, который будет не только хорошим парнем, не только в других планах будет хорошим человеком, а еще и будет хорошим отцом. У нас в деревне, в которой я родилась, я, кстати, родилась в деревне, у нас есть соседка, и она вышла замуж как раз-таки за человека, который очень любит детей, и такой, знаете, семейный, порядочный мужчина, он сам военный. Несмотря на то, что они расстались, он платит ей алименты, и очень хорошие алименты. То есть приблизительно в месяц 17-18 тысяч. А для деревни это вообще прям супер. Расстались они, кстати, именно из-за ее косяков. Но в любом случае, эти деньги позволяют ей хорошо жить. Они еще там вот в деревне строят дом. Она берет просто эти деньги алиментов и откладывает, а потом летом начинает строительство. В деревне рабочая сила, знаете, дешевая. Материалы недорогие. Уже построила себе дом, там все обставила и так далее. И все это на алименты. Просто мужчина очень порядочный. Он любит своего ребенка, постоянно приходит, и деньгами помогает, и все делает. Говорит, что только нужно действовать ссылаясь на свои чувства, это будет не совсем правильно. Нужно еще думать и на перспективу. А какой отец он будет? Если он даже сейчас не хочет. 30 лет человек не хочет семью. А когда он захочет? Моя двоюродная сестры была подруга, которая 6 лет встречалась с парнем. И эти все 6 лет он говорил, что сейчас я не готов, пока что мы молоды. Даже не 6, 6,5 лет. И в конце они просто расстались. когда она поставила ультиматум, что либо мы женимся, либо мы расходимся, он сказал, давай лучше разойдемся, я не для семьи. Поэтому изначально, выбирая человека, нужно выбирать такого, который будет ценить семью, у которого есть какие-то семейные ценности, который любит детей. Это гораздо важнее, чем марка машина. Нужно прежде всего выбирать умного человека. Я вообще против того, чтобы вообще за очень бедным выходить замуж. То есть, если мужчина по социальному статусу намного ниже девушки, то хорошая семья, на мой взгляд, у них не получится. Главой семьи должен быть мужчина. Я вообще отошла от темы. Я должна была отвечать на вопросы. Следующий вопрос. Хотела бы сестру-близняшку, у меня она есть, передай мне привет. Приветы я не передаю, именно потому, что если я передам одному человеку привет, обидятся другие, потом все начнут писать передай мне привет, а видео получится неинтересным, если все видео просто будет состоять из приветов. В прямом эфире в инстаграме я всегда передаю приветы. Поэтому в видео я это делать не буду. Не обижайтесь, пожалуйста. А сестру-близняшку, конечно, бы хотела. Это даже прям моя мечта. Даже не то, что близняшку, просто сестру я бы очень хотела. Но у меня, к сожалению, ее нет. Но зато у меня есть очень хорошие подруги. У меня есть три подруги. Они настолько мне близки, что я могу рассказать прям все, что угодно. И кто говорит, ой, женской дружбы не бывает, тогда меня раздражают такие люди. Ну как не бывает? Вы просто, наверное, не умеете дружить. Я считаю, что я умею дружить. У меня есть подруги. Знаете, они настолько разные. Например, если сравнивать Шелли и Фатю. Фатя немножко скрытая. Она не любит рассказывать какие-то тонкости, например, своей личной жизни и так далее. Все выставлять на показ. Она вообще не любит такое. Это, с одной стороны, все очень хорошо. Она правильно делает. Ну, я, например, не такой человек. Я могу рассказать какие-то тонкости из своей жизни своей подруге. И подруга может рассказать мне. Например, с Шелли можем поболтать на какую-то очень откровенную тему во всех подробностях. А с Фатей нет, например. А с Фатей мы болтаем про YouTube, про косметику. Это вообще. Мы можем часами, до часу ночи сидеть и болтать. Какой классный хайлайтер у Colourpop, например. Обсуждаем переливы. Или то же самое про каких-то блогеров можем сплетничать в WhatsApp. А, например, Шелли про YouTube не поговоришь. Она косметику вообще не любит. Она минималист. То есть в каждой своей подруге есть что-то, что мне близко. Но я бы даже не хотела, чтобы это все сочеталось в одном человеке. Тогда бы получился человек такой же, как и я. А что касается вопроса, конечно же, я бы хотела сестру Близняшку. Это же так круто. Вот такой интересный вопрос ревновала родителей к брату. Я к брату не ревновала, но брат всегда. Он был старше меня, и когда я родилась, он устраивал истерики, он плакал, что вот все внимание родителей достается мне. Он убегал под кровать и плакал под кроватью. Представляете? Ну, сейчас, когда я спрашиваю своего брата, хотел бы ты еще брата, он сказал нет. Я говорю, а сестру нет. Я говорю, почему? Телефон звонит. Вы теперь знаете, какая мелодия у меня? На домашнем. ложку мне даже положили. Я даже ничего подогревать не стала. Настолько все было горячее, свежее, вкусно. Мне показалось, что курьер просто летает. Здесь одна девочка задает вопрос, когда будет фан-встреча, потом нас будет очень много. Лучше сейчас, да, в этом смысле. И этот вопрос действительно заставил меня задуматься, потому что реально сейчас еще можно устроить фан-встречу, а когда будет, например, миллион подписчиков, я же не смогу каждому уделить время, к каждому подойти, сфотографироваться, пообщаться, когда много народу. На самом деле, это правильные вещи вы пишете. Я думаю, что у нас будет вам встреча совместная с Фати, потому что у нас очень много совместных подписчиков. Думала ли ты снять видео с подписчиком? Да, думала. Я даже говорила вам об этом. Я хотела вообще сделать публику, то есть в месяц один раз снимать видео с каким-то подписчиком, у которого тоже, может быть, есть канал или что-то такое. Но потом я увидела кучу комментариев по поводу того, что тебе само еще раскручивается и раскручивается, ты еще кого-то раскрутить хочешь, как-то это глупо звучит. Может быть, действительно тогда это глупо звучало, потому что у меня было 20 тысяч подписчиков, сейчас уже скоро 65. Но все равно как-то неприятно стало. я оставила эту идею. Как относишься к курящим и пьющим людям? Это выбор каждого, если это в пределах разумного, то есть человек не совсем алкоголик, а просто время от времени любит выпить вина или как-то расслабиться. Я не вижу здесь ничего плохого. Ну, у нас в Азербайджане как-то не принято, что девушка курит. Вы не можете увидеть на улице курящую девушку или девушка идет в сигареты, например. А если даже это так, все очень странно смотрят на нее. Хотя, курящие девушки здесь есть, просто они курят в каких-то таких местах, чтобы никто их не видел. Почему не снимаешь ТикТок? Я реально задумываюсь о том, чтобы там тоже что-то снимать, создать страничку. Это все в планах. Пожалуйста, ответь, стоит ли признаваться парню в любви? Нет. Мне кажется, парень должен делать этот шаг. Если ты первое делаешь шаг, навстречу, это обесценивается. Ну, хотя, это зависит еще и от парня. Если парень излюблен женским вниманием, и ты тоже начинаешь ему признаваться, он думает, ха, очередная, и теряет интерес, на мой взгляд. Но если это какой-то ботаник, очень стеснительный парень, и может быть, ты ему тоже нравишься, но он не может это сказать, то можно. Каких вещей больше в твоем гардеробе? Джинсы, кофты. На самом деле, в моем гардеробе очень много однотипных вещей, которые я ношу всего один сезон, потом мне это все дело надоедает. У меня есть джинсы, даже две пары, я их ни разу не носила. Я купила их на скидках, а сейчас понимаю, что мне это совершенно не нравится. Такой фасон сейчас не в моде и так далее. В общем, такое у меня часто бывает. Покупаю много чего, а по факту ношу одно и то же. Я в общем все съела, было все нереально вкусно. Жульен обалденный просто, ребят. Я в жизни не ела вкуснее жульена. Я не знаю, как он сочетается с рисом, когда я заказывала, а я заказывала это, мне сказали, что вам подать с пастой или с рисом. Я сказала, что вообще-то жульен просто так подают, а не скажут, что у нас нет. Но сейчас я убеждаю, что это нереально классное сочетание, очень вкусно, обязательно попробуйте в таком сочетании. На этом все, я вас всех очень сильно люблю, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, потому что вопросы, на которые я отвечаю, я всегда беру из своего инстаграма. Всем желаю удачного дня, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok